ПЕСНЯ Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня я вполне вас могу поздравить с наступающим Новым Годом, ведь 1 сентября по старому и 14 сентября по новому стилю в церковном календаре наступает Новый Богослужебный Год. Последний великий праздник уходящего года – Успение Божией Матери, а первый великий праздник наступающего года – Рождество Богородицы, и в этом заложен глубочайший смысл. С сентября Новый Год начинали в Древней Иудеи, в Древнем Риме и на Руси после ее крещения. Но вовведение Петра Первого русская церковь не приняла и по-прежнему ведет свой церковный календарь в соответствии с Божественным Откровением. Итак, смотрите в новогоднем выпуске. Почему убивают пророков? Последний пророк Ветхого и первый пророк Нового Завета. Кем был в церковной истории Иоанн Предтеча? С какой целью подается церковная записка? Как и когда ее нужно подавать? Смотрите в рубрике «Азбука православия». Имеет ли силу проклятие? Есть ли инопланетяне? На вопросы отвечает священник протаерей Александр Пелькевич. Литургия под открытым небом. Престольный праздник отметила молодая Забайкальская обитель, Свято-Успенский мужской монастырь. В чете освящен храм во имя святителя Иннокентия Московского. Глаголом «Жги сердца людей» написал Пушкин в стихотворении «Пророк». Пророки действительно жгли словом Божьим сердца людей. И за это их гнали, мучили, убивали. Последний пророк Ветхова и первый пророк Нового Завета Иоанн Креститель тоже не мог молчать. Он обличал фарисеев, он обличал царя Ирода. И за это в буквальном смысле поплатился головой. 11 сентября Православная Церковь отмечает день усекновения главы Иоанна Предтечи. Это о нем Христос сказал. Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. О величии этого пророка можно судить даже потому, что Православная Церковь вспоминает его семь раз в году. Зачатие, Рождество, троекратное обретение главы, перенесение десницы, усекновение главы. Иоанна называют Предтечей, то есть предшественником, который должен был приготовить народ к предшествию в мир Иисуса Христа. К исполнению этой задачи святой Предтеча Господень готовился более 20 лет. Жил в дикой пустыне, носил одежду из верблюжьего волоса, спал на камнях. Так в строгом воздержании молитвы он обрел великие силы духовные. Это были годы страданий, это были годы лишений. Все его детство, юность и уже взрослая жизнь прошли именно среди этих величайших испытаний и скорбей. Но, как это бывает и с железом, которое лишь укрепляется в огне, Креститель не стал от этого слабее. Напротив, он закалил свою волю, воспитал свой дух и стал действительно тем, кто мог сказать иудеям «Покайтесь, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И его голос, его сила, его воля были действительно тем знаком, в который невозможно было не поверить. Проповедь его была так могущественна, так влияла на сердца человеческие, что народ толпами шел со всей Иудеи слушать пророка, каяться и креститься. Незадолго до смерти Креститель исполнил главную миссию своей земной жизни. Иоанн Креститель засвидетельствовал сыновство Христа, сыновство самому Богу Отцу в момент крещения Христа на Иордане. В тот момент, когда вода трижды сомкнулась над Христом, засвидетельствовал, что это есть воистину Сын Божий. Притечу часто вопрошали, «Ты ли Мессия или иного чаем, или о ином думаем, или иной должен прийти?» И сам Креститель, хотя многие почитали его за великого чудотворца и пророка, кем он действительно был, говорил себе, «Нет, я не Мессия, я тот, кто должен уготовать путь Ему». Когда он не ложно засвидетельствовал, что не он Сын Божий, а Христос, тогда люди, ищущие спасения, обратились ко Христу. И здесь началась наша вера. Притеча открыто обличал царя Ирода за то, что оставив жену, он беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа. Однажды во время пира дочь Иродиады Соломея плясала перед гостями, угодила Ироду, и он поклялся дать все, чего она не попросит. По совету своей матери Соломея попросила дать ей на блюде голову Иоанна Крестителя. Так окончилась земная жизнь великого пророка, который почитается до сегодняшнего дня. Он для нас величайший пример, он для нас величайшее и оправдание нашей жизни в том, что для верующего человека все скорби его жизни, все его трагедии, все его несчастья, болезни, лишения являются не чем-то безумным и неправильным, а как раз напротив, они являются несением жизненного креста, без которого, как известно, невозможно последовать за Господом и вместе с ним войти в Царство Небесное. В Чите в 1900 году был построен храм в честь усекновения главы Иоанна Претечи. Судьба его оказалась нелегкой. Через шесть лет храм сгорел. Восстанавливать в тяжелое время русско-японской войны решили на основе другого помещения. С 1910 года молитвенная жизнь восстановилась и не прерывалась даже в годы страшного революционного террора. Ведь мы знаем из истории, что это был, пожалуй, едва ли не единственный храм, который до конца сохранял верность каноническому православию. И, как повествует нам история, именно в этот храм приходили многие-многие сотни людей, верующих, зная, что здесь служат священники, верные Церкви Православной, верные своему патриарху, священачалью. И именно этот храм до последнего был тем центром духовности, тем центром духовной жизни, который последним был закрыт во время большевистских гонений. В 1927 году храм был закрыт, и только в 93-м его передали православной общине, осветили в честь Рождества пророка Иоанна. Сегодня Церковь отреставрирована. Это действительно Дом Божий, где пребывает множество замечательных старинных икон. Уникальное распятие, привезенное с Афона, чудотворная казанская икона Божьей Матери, которая чудесным образом обновилась в 1997 году. И, конечно, особо чтимые образы пророка Божия Иоанна, который для верующих и по сей день остается образцом твердого, бесстрашного стояния в истине, стояния до самой смерти. День утекновения главы Иоанна Претичи является днем особого поминовения усопших наряду с Родительской, Дмитриевской, Троицкой субботами и субботами Великого Поста. В этот день благочестивые христиане стремятся подать записки об упокоении своих родных. Как правильно подать записку и что она означает, смотрите в рубрике «Азбука православия». Молитесь друг за друга, учит Священное Писание. Главное моление о живых и усопших Церковь совершает на Божественной Литургии. Утром перед началом службы или накануне вечером верующие подают записки с именами близких людей. Вписывать можно только крещенных в православной вере. В самом начале службы на проскомедии за каждое имя священник вынимает из просфор частицы, а в конце Литургии, уже после причастия, опускает их в святую чашу с кровью Сына Божия со словами «Отмы, Господи, грехи, издепоминавшихся честную Твоею кровью». Так живые и усопшие, имена которых поданы в записках, получают особую Божию благодать. Вверху записки обычно помещают восьмиконечный православный крест. Пишется вид поминовения о здравии или опукоении. Затем в столбик разборчивым почерком пишутся полные церковные имена, напоминаемых в родительном падеже. О здравии кого? Сергия, Димитрия, Артемия. Если имена не поместились, запомните другие записки. Заказная записка отличается от обычной тем, что в дополнение к изъятию частицы диакон на Эктенье читает имена поминающихся, а затем их еще раз повторяет священник. Кроме общих богослужений, в православной церкви существует частное богослужение, называемое требами, в том числе молебен о живых и панихида об усопших. В особые моменты жизни, перед началом важного дела, перед дальней дорогой, во время болезни, а также после успешного дела в благодарность, служатся молебны Господу, Божьей Матери или Святым. Записка на молебен начинается с указания, к какому святому возносится молебен, например, святителю Николаю Чудотворцу или благодарственной Спасителю. Затем перечисляются имена тех, о ком будет совершена молитва. Записки на панихиду обычно подают в дни поминовения близких, день рождения, день смерти, день памяти Святого Покровителя. Поминая усопших на панихиде, священник и молящиеся испрашивают им прощение грехов и блаженную вечную жизнь. Необходимо не просто подавать записки, но и самому молиться во время службы. Жизнь человеческую невозможно представить без скорби и страданий. Почему они случаются? Святитель Филарет Московский писал, что страдания есть болезненная, но спасительная операция, с помощью которой врач души снимает с нее грубые нарусты, бесчувствие, гордость, себелюбие. Стоит только подумать, что в твоих несчастьях виноваты не окружающие, а ты сам, как ситуация начинает изменяться. Сегодня о самых разных жизненных ситуациях мы беседуем с протеереем Александром Телькевичем, благочинным Шилкинского округа. Здравствуйте, отец Александр. Светлана Прокопьева из Читы задает такой вопрос. Свекровь в гневе прокляла всю нашу семью. Что теперь делать? Имеет ли проклятие реальную силу? У меня есть один знакомый батюшка, протеерий Борис Пивоваров. Я никогда в жизни не видел, чтобы он брал в руки вот эту священную книгу, которая передо мной сегодня лежит, и ее не поцеловал. Вот он такое благоговение испытывает. И я понимаю, почему. Это инструкция для жизни. Если человек внимательно читает Евангелие, внимательно читает Библию, он получает для своей жизни максимальное количество информации для того, чтобы вот в этих стихиях, вот в этих человеческих взаимоотношениях не запутаться, не сломаться, не потеряться и какой-то ориентир все-таки иметь. Вот есть такая замечательная книга, книга Иисуса Сан-Серахова. Вот по этой книге написано «Наш русский домострой». В этой книге написано «Делом и словом почитай отца твоего и мати, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает дома детей, а клятвы матери разрушают до основания». Вот он и проклятие. «И проклят от Господа, раздражающий мать свою». Проклят от Господа. Не от священника, не от матери, проклят от Господа, раздражающий мать свою. Человек, сам раздражающий мать, он уже на себя проклятие собирает. А действует оно или не действует? Если человек заработал проклятие, оно действует, если ты его заслужил. Что делать на коленочке и ползти за матерью? Пусть она будет в 150 раз неправа. Нужно жить так, чтобы мать на тебя не раздражалась. Как бы ни поступали родители, какие бы слова ни говорили, какие бы поступки ни совершали, нам жить нужно так, чтобы их не раздражать. Это прямой исполнительный заповедей Божьей. Валентина Петровна Поспелова, пенсионер, спрашивает. Правда ли, что в високосный год нельзя венчаться? Ну, я могу еще добавить, нельзя красить яйца, нельзя освещать вербу, освещать яблоки, собирать грибы. Я могу сказать дальше, в високосный нельзя грехи совершать, нельзя водку пить ведрами, нельзя матом ругаться. Много чего нельзя, к этому можно присылку пить. Конечно, на уровне шутки все останется. Високосный год – это чисто астрономическое понятие. Складывается он из 15 минут, которые превышают 24 часа нашего циклического обращения Солнца вокруг Земли только всего. Поэтому вряд ли стоит, ну, больше того, влияние звезд на человека, такое влияние, оно осуждается Библией и Евангелией. Павел Дмитриев по телефону задал такой вопрос. Существуют ли инопланетяне, по мнению Церкви, и есть ли жизнь на других планетах? Я думаю, что когда задается вопрос, есть ли жизнь, имеется любая форма жизни, почему бы ей не быть, это ничего такого нету, если бацилла там когда-нибудь выжили в каких-то условиях, ничего такого. А на самом деле смысла быть жизнью на других планетах просто нет. Смысла жизни заключается в спасении. Если его нету, то все становится бессмысленным. И инопланетяне. И инопланетяне. Но то, что мы сегодня видим под инопланетянами, это по всей реальности только воздействие на нас духов поднебесных. Вот есть у Бориса Грибинщикова песня такая, она под небом голубым. На самом деле в оригинале эта песня звучит так, над небом голубым есть город золотой. Сюжет этой песни – это апокалипсис, да, откровение на Богослова. Встретит там четыре ангела, один светом ликом светлые, а в образе льва, в образе орла, в образе тельца. Под небом, видите, что происходит. Обитали еще духов поднебесных, куда они были снизвернуты, с неба. Поэтому то, что нас воздействует, то, что представляется нам инопланетянами или кем-то представляется нам инопланетянами, по всей вероятности, воздействие духов поднебесных – только и все. Сергей Владимирович Золонарев спрашивает, какие обязанности у крестных родителей и будут ли они отвечать за своих чад на страшном суде? Мы все вообще друг за другом отвечаем. Все дети будут отвечать за своих родителей, все родители будут отвечать за своих детей. Мы все связаны невидимыми нитями, все начальники будут отвечать за своих подчиненных, потому что Бог дал тебе в подчинение, что как-то с этим стадом управлялся. Каждый священник будет отвечать за свою пасту, всем будет отвечать. И крестных родителей, у них обязанностей очень много. Привести ко Христу – самая главная задача. Но научить человека нельзя тому, что сам не умеешь. Поэтому крестный родитель должен быть самым образцом для подражания человеку. Можно ему 150 раз говорить одно и то же, а один неверный поступок – и все, что ты говорил, перечеркнуто крестом. Надо просто жить так, чтобы на тебя ребенок хотел быть похожим. Почему наши дети хотят быть похожими на Бэтменов? Потому что Бэтмен крутой. Он такой прям непревзойденный, он истинный. А когда есть образец для подражания в семье, то Бэтмены не нужны. Когда самый лучший твой крестный, когда об этом еще в семье говорится, тогда они будут похожими на крестного. Когда мы крестим, когда я хочу показать людям степень важности крестного родства, я им говорю, представляете, если не приведи Господи, родители, родные умрут, ребенок не должен попасть в детский дом, чтобы они понимали, что они для них теперь. Это вторые родители. Это не просто там спросил, пришел, спросил, сколько у тебя там двоек в дневнике, или там, почему ты мамку не слушаешься. А это должен быть образец духовного бытия, духовной жизни. Ведь не секрет, что импульсивность родителей часто мешает процессу воспитания. И иногда бывает так, что крестным дети говорят больше, чем своим родителям. Почему? Потому что крестный пореже приходит домой. Ему можно дать возможность выслушать тебя и поделиться. Если папа боишься, потому что папа там нагоняет за этот вопрос, даст, то крестному можно обратиться и рассчитывать на понимание. Поэтому это очень важный институт, который утерян в настоящее время или существует в этом очень усеченном варианте, но тем не менее надо его возрождать. А на самом деле надо его возрождать. И люди просто не представляют, какое это большое подспорье в деле воспитания ребенка. Владимир Михайлович Сапожников из поселка Могой, то есть спрашивает, обязательно ли освещать свое жилище? Это совершенно от желания человека. Человек, такое существо... У нас был один знакомый, который жил под мостом. Совершенно комфортно себя чувствовал. Человек может жить в хлеву, может жить в курятнике, может жить в любом непотребстве. Если человек хочет жить в освещенном жилище, пожалуйста, это его желание, его право. Только освещенное жилище, нужно к нему и подобающим образом относиться. Это же не хлев, это не под мостом. Когда мы освещаем дома и предупреждаем. А вы знаете, что ругаться-то матом нельзя? Ну, вообще нельзя матом, тем более дом. Если вы дома будете матом ругаться, если будете телевизор включать, из которого в ваш дом будут лица мерзости, разврат, убийства, кровища, хлещ, тошная стенка по стенкам развиваться, что освещай, не освещай это жилище, это всё равно пристанище нечеловеческое. Поэтому от желания человека. Хочешь жить в храме? Живи. Создай себе дом, храм. Освяти его и живи. Есть одна неминуемая для каждого встреча. Это встреча со смертью. И каждому хочется, чтобы эта смерть была спокойной, то есть тихим успением. Но для этого, как говорят все святые отцы, нужно прожить достойную христианскую жизнь. И в этом примером для нас служит Успение Пресвятой Богородицы, которая своей святостью превзошла не только человеческую, но и ангельскую природу, хотя по естеству была во всём подобна нам. Потому почитается этот великий праздник на Руси, потому в честь него освещаются монастыри и храмы. Впервые в Читинском Успенском мужском монастыре, который расположен в двух километрах от города, на престольный праздник собралось столько прихожан. Несколько лет немногочисленные братья трудились на территории бывшего пионерского лагеря «Юный ленинец». И только сейчас, когда наконец земля передана в собственность епархии, появилась возможность начать строительство. Однако без молитвы ни одно дело не совершается. Именно поэтому помолиться о рождающемся монастыре, о милости и помощи Царице Небесной в день её успения приехали верующие из города. Монастыри, братья и сёстры, всегда являлись особым местом для духовного оздоровления наших прихожан, наших паломников. И вот этот монастырь – не исключение из этого порядка. Он тоже призван именно к тому, чтобы и показать окружающим у нас сегодня расцерковленному, удалившемуся от Бога миру путь правильной христианской жизни. За три дня об Успении возвестил Богородица Архангел Гавриил. По её молитвам все апостолы из дальних стран чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы попрощаться с Матерью Божией. В момент Успения внезапный свет затмил пламя горевших свечей. Сошёл Сам Христос, окружённый ангелами и архангелами, и принял душу Своей Матери. Через три дня, когда апостолы отварили камень от гроба, они не нашли тело причистое, оно было взято на небо. Именно поэтому Успение называют Второй Пасхой. Первая Пасха – это воскресение Христово. Вторая Пасха – это Успение Царицы Небесной. Я всем вам желаю, братья и сёстры, чтобы мы всегда помнили о нашем исходе из этой земной жизни. Пусть это послужит нам всегда удерживающим началом, своего рода уздечкой, которая бы воздерживала нас от всякого рода необдуманных поступков по нашим страстям. Приспособленный храм Успенского монастыря не вместил бы всех молящихся, поэтому Божественная Литургия совершалась на открытом воздухе, на месте будущего храма. Владыки встафью сослужили наместник монастыря иеромонах Сафроний, и гость Читинской епархии Архимандрит Платон, профессор Московской Духовной Академии. Десятки прихожан исповедовались и причастились к святых христовых тайн, а после Божественной Литургии верующие обошли обитель крестным ходом с остановками. Совершались особые молитвы, пути и сами прихожане по обычаю окроплялись святой водой. Монашествующих в обители всего четверо и около десятка трудников, а работы предстоит немало. Наряду с молитвой и текущим хозяйством, огород, коровы, куры, теперь надо заниматься еще и капитальным строительством. Есть совсем малое. Небольшие кельи, приспособленные для жилья, небольшой храм, трапезная и хоз двор, где расположены наши коровки, куры, животные. Но сделать еще предстоит очень много, так как вся его территория не устроена, и нужно будет еще много всего благоустраивать. Первым делом планируется, конечно, строительство храма, выбранное место. Сегодня была служена Божественной Литургия на этом месте. Где впоследствии будет построен храм. Ну а так, конечно, пока готовится проект, пока проектировочные работы, все будем обустраивать внутреннюю жизнь. По словам епископа Евстафия, только там, где есть молитвенная жизнь, есть твердое упование на волю Божию, там будет и преуспеяние. Найдутся необходимые средства, помощники, благотворители, благоустроители. Терпение – великая христианская добродетель. 12 лет ждала община Святой Иннокентьевского прихода того дня, когда получит в собственность здание храма. Терпение ее было вознаграждено. В начале года храм передали общине, а в августе он был освящен архиерейским чином. 12 августа войдет в историю православного прихода в поселке Гресс как день рождения храма. Этого события прихожане ждали более 10 лет. Еще в конце 90-х, в заброшенной одноэтажной пристройке, где некогда размещались магазины-кафе, православные христиане организовали небольшую общину. Началась реконструкция и благоустройство арендованных помещений. Теперь это уютный храм с куполами и колокольней. Здание в прошлом году передали в собственность прихода, поэтому и появилась возможность осветить храм. До этого службы совершались на специальном полотне – антиминсии. Антиминсия – это специальный плат, в который зашит мощи мучеников. И на этом плате, на антиминсии, можно служить литургию даже на обыкновенном пеньке от дерева. Освященный храм несет в себе полноту уже той божественной благодати, которая сопутствует именно тому правильному восприятию церкви, как нашей родной матери, вот той духовной благодатью, которой он сегодня наполнился. Во время таинства освящения в престол камнями забивают четыре кованых гвоздя – напоминание о приглаждении Иисуса Христа. Престол особым образом омывают, помазывают миром и облачают. Вслед за Святым Престолом освящается алтарь, а потом и весь храм. Завершается чин освящения крестным ходом вокруг храма. Епископ Евстафий по традиции пронес специальный сосуд – дискос с частицей мощи и мученика царевича Дмитрия Угличского. Эти мощи будут навсегда заложены в престол освященного храма. Уже произошло не только реконструкция самого здания, а самое главное, что он освящен как православный храм. Он освящен таким, как и есть, и чин. Поэтому любите этот храм и всякий раз, когда у вас на душе что-то, приходите, я думаю, что всегда можно зайти, здесь помолиться в этом месте, излить свою душу, может поплакаться, это будет неплохо. И получите царительный бальзан на нашу душу. Приход во имя святителя Иннокентия Московского насчитывает более сотни постоянных прихожан. Именно на их средства и строится Дом Божий. Ни одного крупного спонсора за 10 лет не нашлось. Здесь все сделано с любовью. Поэтому те, кто хоть однажды побывали на службе в этом храме, почувствовали удивительную благодатную молитвенную атмосферу, непременно приходят сюда еще и еще раз. Храм этот заменяет все. Только придешь, посмотришь в глаза отцу Сергию, вы знаете, вот как не бывало каких-то гостей, печалей, каких-то вот стрясок этих же теських. Отец Сергий – это такой добротый человек, что я просто уже даже без этого храма не мыслю себе. Плохо, особенно когда бегом-бегом. В Чите в сентябре начнет свою работу вторая православная выставка-ярмарка. Для горожан это уникальная возможность переобщиться к святыням из самых разных уголков России. В дни выставки будут проводиться духовные беседы со священниками Читинской и Краснокаменской епархий, которые ответят на самые разные вопросы. Как стать счастливым? Для чего нужна семья? Что есть истина? Выставка начнет свою работу 12 сентября, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Утром в соборе состоится божественная литургия, а затем крестный ход пойдет от собора до выставочного центра. Я желаю всем вам, чтобы эти дни были интересными и полезными. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok